И также я посмотрел сиквел, который мне поначалу начал нравиться, когда я его начал смотреть, так же как у меня с первой частью было. То есть нам показывают героя вот этой старушки, которая изгоняла всю эту нечисть из дома, да? Только её молодую нам показывают во второй части, типа как такой немножко с пролога начинается вторая часть. И подобрали на роль эту актрису такую очень интересную. Она очень похожа на саму эту старушку внешне. То есть ты думаешь, что вот через 40 лет, через 30 она вот так будет выглядеть действительно. И при этом она такая клёвая, она меня так очаровала своей внешностью. Я ожидал, что её больше будет в фильме, но потом нам возвращают старушку, и молодая её версия почти не появляется в фильме, но я был очарован именно внешностью вот этой вот актрисы, которую они подобрали. И во втором фильме, в Астрал 2, Джеймс Ванн начинает уже другие использовать инструменты. То есть, во-первых, да, выигрывается то, что отец семейства теперь центральный персонаж, а не его сын, да? То есть это такой сиквел, который очень так плотно прилегает к первой части, что я бы даже сказал, что это как убить дебила, который по идее должен был быть одним фильмом, но его разделили на две части. То есть это такая цельная такая история, на самом деле. Как бы она мне там не нравилась, как бы она мне не казалась скучной и такой посредственной и предсказуемой, я признаю, что это такая цельная история. То есть она очень цельная. И это одна история, в принципе, просто разделена на две части, поэтому фильм-то и называется Астрал, глава 2, да? То есть chapter 2. То есть это действительно такой послед... Вот эти моменты, когда объясняют во второй части, почему то-то-то произошло в первой части, да? Помнишь, стук в двери сильный там... Да, да, но опять же, опять же, опять же, тут применяется типа правило лупа, да? То есть это все бесконечно происходит, получается. То есть он услышит стук, потом он вернется в это измерение, сам будет стучать, и там он услышит стук и вернется в измерение, сам будет стучать. То есть у нас тут этот луп, как в терминаторе, получается, вот, бесконечный такой. Но тут, видишь, если в терминаторе это оправдывалось исполнением, и это оправдывалось, такое применение вот этого вот, в принципе, бессмысленные вещи, как луп, которая, в принципе, не... Она не имеет решения, да? Но она хотя бы оправдана тем, что ты видишь, то есть в терминаторе куча крутых сцен, которые как раз благодаря этому произошли. То здесь я это вижу просто как инструмент, который не оправдал, как бы, цель не оправдала средства. Потому что цель была в чем? В том, чтобы опять пугать нас скрипками, потому что в втором части происходит то же самое. Эти скрипки те же самые абсолютно происходят, вот эти вот скрипки, вот эти, 90% фильма скрипят у тебя по духам просто. И ты смотришь, у тебя уже кровь из ушей течет, и эти бам-бам-бам постоянные на каждом, на каждом хоррор-моменте. Бам-бам, вот этот вот. И ты уже как будто трейлер начала смотришь, как будто вот эти вот бам-бам-бам постоянные на каждом моменте. Но какой я все-таки фан получил от этого фильма, это вот когда Патрик Уилсон просто поехавшего играет. С этими морщинами вот этими. Он просто носится по дому и пиздит своих родственников. Вот это было круто. Потому что Патрик Уилсон, оказывается, умеет играть поехавшего. Это было забавно. Но вся эта история с маньяком, вот с этим мальчиком, который притворялся женщиной, как бы, оказывается, это была не женщина все время, это был маньяк-мужчина, который притворялся в женщину. То есть, нам показывали этих, всех этих призраков, всех этих призраков нам показывают опять этих людей, которые на заднем плане бегают в белых ночнушках. Или танцуют просто в доме, и Росберн смотрит в ахуе просто на все это через окно. Что за нахуй происходит? У меня какой-то посторонний в доме танцует под пластинку. Ну, конечно же, когда она заходит, там никого нет. И эта женщина, которая отыгрывала мать вот этого вот маньяка, да? Ты помнишь ее? Которая кричала в камеру и строила неистовые рожи. Это должно было напугать, но меня лично это забавляло, когда я на нее смотрел. Она так неистово корчила рожи и орала прям в камеру. Ну, в конце это начало раздражать. То есть, мать полный фейл, я считаю, для фильма. Вот это вот пацан этот на койке. И, кстати, нельзя не затронуть двух персонажей, которые тут служат таким комедийным элементом. Вот эти два чувака, которые работают со старушкой. Да, да, да. Сам концепт мне нравится. Такие, знаешь, два болтуса, которые постоянно ходят по дому и что-то подшучивают. Но, блин, какие же они смешные у них шутки. То есть, каждый момент, когда они что-то шутят, я просто такой фейспаум. Каждый раз это фейспаум. То есть, мне кажется, у Джеймса Ванна вообще отсутствует чувство имора. Все вот эти, все, что они там пытались пошутить, какие-то смешные ситуации. Например, он ему руку на колено положит, тот на него так смотрит, странно. То есть, вот эти вот всякие такие моменты, вот эти или споры, вот эти вот какие-то, которые явно хотят абсурдность вплести. Вот эти вот, казалось бы, трагичную историю. И на этом контрасте нам, типа, чтобы мы посмеялись от того, что это и так неожиданно. О, они такие странные. А тут, в принципе-то, люди помирают. Но это не работало. То есть, эти ребята, они не доставляли юмор, на мой взгляд, в фильм. То есть, у Джеймса Ванна просто, мне кажется, есть чувство юмора. Там была, кстати, такая пасхалка, когда они в ноуте копаются. Моментально перещалкивают на какое-то окно. Но если стопорнуть кадр, там десктопом стоит, короче, этот... Точнее, ну, обойно на десктопе стоит Джеймс Ванн и вот эти два чувака по бокам сидят. То есть, вот этот азиат, он там сидит, этот посередине. И вот эти двое оболтусов по бокам сидят. Да, такая, типа, пасхалочка. Вот. Но, в общем, в целом, я дальше не хочу разговаривать с этим фильмом и топтать его в грязь. Я знаю, что он тебе нравится, мне, в принципе... Но я должен просто высказать, почему он мне не понравился. То есть, опять же, очень примитивные способы запугивания. Потому что фильм действительно пытается пугать. То есть, есть фильмы, которые не пытаются тебя пугать, но в них есть хоррор-элементы. И ты просто наслаждаешься тем, что происходит. Либо из-за режиссура, либо из-за атмосферы, либо из-за чего-либо другого. Но есть фильмы, которые реально хотят тебя напугать. И вот когда они хотят тебя напугать, я предпочитаю, чтобы они не избирали самые простые способы. То есть, громкий звук. Я это не уважаю, в принципе. И вот этот фильм, он полностью, в принципе, на это и полагается. Конечно, они пытаются гримировать тут людей страшно. Ты сказал, что тот момент с Дартом Моллом в кухне тебя напугал. Может, на кого-то визуал действует. Просто вот на меня именно визуал этот не подействовал. Я видел просто чувака с раскрашенным лицом, который сидит в кухне и занимается ерундой. Вот это я видел. Я видел просто людей в белых одеяниях, которые просто бегают потом. Вот это я видел. То есть, не смог Джеймс Ван эту магию кино какую-то в это все обернуть. Чтобы я смотрел и на меня это оказало эффект. То есть, не подействовало. И, к сожалению. Но я не готов сказать, что эти фильмы полный трэш. То есть, нет. То есть, первому фильму я поставил 5 без DC. За то, что он хотя бы Джеймс Ван что-то новое пытался там сделать. И как-то астрал. Все-таки он был на слуху. И, ну, это первый фильм в серии. То есть, окей, я как бы, ладно. Но второй фильм, он просто повторяет ошибки первого. Он не эволюционирует абсолютно на его почте. И, в принципе, он дальше начал... Ну, то есть, он продолжил меня истощать теми элементами, которые мне так не нравились в первой части. Изначально я вообще не хотел вторую часть смотреть. Но я подумал, я должен посмотреть. Ну, возможно, там... Ты еще мне сказал, что эта часть раскрывает какие-то части... Ну, заставляет больше любить какие-то элементы первой части. Я подумал, может, я первый из-за этого больше полюблю, когда второй посмотрел. И второй фильм действительно хорошо начался. Но дальше все это опять повторился. Еще вот этот луп в стиле Терминатора, который туда присобачили, мне кажется, вообще не зря. Так что, да. Ну, то есть, поэтому второму фильму я 4C поставил. Я еле-еле досмотрел этот фильм. Еле вот прям вот держался. Но я удивлен, что я его досмотрел. Не, ну, понятно. Просто меня теперь интересно, какие будут тебя ценки на то, что в остальном выходит в эту эпоху после 2009 года вот в этом жанре, в этом же качестве исполнения. Ну, вот заклятие того же Джеймса Вана я не котирую вообще. То есть, я считаю, что это набор клише, который просто неплохо сняли. То есть, никакой церкви. Ну, вот поэтому я что говорю-то? Почему выбрал Астрал в качестве, ну, адекватного триллера современности? Потому что, если сравнить с остальным, то там вообще... Возможно, возможно. Я не погружался... Просто Джек у нас погружался в такие глубины, как бы, где у меня бы мой гидрокостюм бы уже давно лопнул, и меня бы просто голову мою раздавило давлением говна вот этого. А Джек погружался, он, наверное, у Джеймса Кэмерона брал вот этот вот батискаф. Е-яп. Ну, да-да, я погружался действительно в глубины, из которых для некоторых девушек возврата бы и не было, но Джек смог вернуться. Я чувствую маленько на другом, может быть, уровне. Более тонко ощущаю атмосферу этих всех триллеров. Как-то, может быть, по-другому, не как-то... Не знаю, насчет тонкости или толстости, но, на мой взгляд, Астрал — это типичный представитель жанра, который просто дешевыми тебя за инструменты запугивает, и каких-то кинематографичных, таких иконических моментов не предоставил фильм для меня, и как бы... В общем, на неплохой почве ничего не смог Джеймс Ван сделать, на мой взгляд. То есть я предпочитаю другие хороры, да, которые не полагаются на бам-бам-бум. Нет, нет, это не мое.